МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители нового города давно недовольны внутриквартальными проездами и придомовым пространством. Благодаря активной позиции жителей им удалось через своих лидеров привлечь внимание губернатора к наболевшим проблемам. Нам нужно благоустроить свою территорию. У нас здесь не было ни свету со дня сдачи этого дома, ни эта дорога узкая, машин сейчас много. И плюс парковка к нам тут поступила незаконно, с ней воевали лет пять. Черным парковщикам пришлось уйти с насиженного места. Теперь в том месте, где она была, скоро будет снова сквер, как в былые годы. Кроме того, ведутся и другие работы. Здесь благоустраивается большая парковочная зона для автомобилей, жителей, которые проживают в этом доме. И будет установлено уличное освещение на протяжении всей парковки. Затем мы наблюдаем, что на Большом бульваре, бульвар Киевский, который плавно переходит в сквер Киевский, начались тоже работы по благоустройству. Совсем недавно вместе с первым замом главы города наша съемочная группа осматривала внутриквартальный проезд близ дома 50 по проспекту Созидателей. Ремонт здесь уже перешагнул свой экватор. Проезд и дворовая территория будут сданы 14 сентября. Работа выполняется по инициативе жителей этого района. В этом районе ремонт не проводился в течение 30 лет. Жители были очень огорчены. То, что не было внимания, приехал губернатор на обход сюда. Мы пригласили его посмотреть, что здесь происходит. И по поручению губернатора здесь производится работа. Жители и общественники не остались в роли простых наблюдателей. За свой счет, не дожидаясь ничьей помощи, они реанимировали спортивную площадку для игры в мини-футбол, обновили ограждения. Главное, чего им удалось достигнуть, это понимание того, что гражданская активность – это путь к успеху всех начинаний. А жители дома номер один на проспекте генерала Тюленева уже радуются законченной первой очереди ремонта придомового пространства. Здесь залатали все дыры в асфальте. На следующий год двор полностью приведут в порядок. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости Улправды ТВ.